Он тебе покорится, он Всевышний. Его тут называют Аджид, то есть он никому не покоряется. Поэтому фактически получается, что невозможно его достичь. Прайса, все Аджид, Браво утверждает, чрезвычайно сложно, то есть его достичь можно. Продолжение следует... Продолжение следует... В сайте, саниях говорит... Вы только сломали гьяны... оцените, что только через глян, кто-то срабатывает этот материал. Вы говорите, что глян пряна, буддху пасмал, и нет никакой глян. Как можно делать это? То есть, если глян... Не нужно только直接, чтобы глян, но когда вы слушайте сарикатчанки, и на арикатчанки, вы можете просто тянуть глян. Не нужно еще гьян, только гьян, таттва, гьян, таттва, гьян. И тогда сердце становится полностью дрым. И тогда таттва, 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 таттва. Когда слушать харикатха, то все разные гьяны. Он говорит о Высшем Брамане, о Всевышнем, о Душе. И даже седанта, например, таттва-седанта, которую мы знаем, различные виды знания. И вот этот Брама советует, чтобы оставить попытки накапливать это знание. Он говорит, если человек полагается на то, что чем больше он накопит знания, тем он пересечет океан материальной жизни, то есть освободится из этого мира. Брама говорит, нужно оставить эти попытки. Такую веру нужно оставить. Не нужно полагаться на собственные усилия, Брама говорит, в обретении тех или иных знаний. Нужно слушать об этом знании от вайшнавов, а не на собственные попытки понять это знание. А иначе сердце станет сухое, просто наполнено знамя, там не будет хватать того, что дают вайшнава. Это говорить и Nuevaisch. Я так слышу крестцовое, санмухари Танх, бхавадия вартам. Здесь они рассказывают, что можно осознать. Вот это слышать теле. Бхавадия — это два слова. Те есть теле — это предспекты. Те есть теле — это предспекты. Один — это бхавадия. Он говорит крестной лист — это пахвадия». Это «ландия» — это его теле. Прето — это прохресная. Вы слышите течение теле. Те два типа того возра прошлого. Продолжение следует... Висунок это сказал, что не унесла что о колбасах, не общипывая. Кто знает о самодраке? Кто знает о Кршнах, а кто знает, кто знает, как я, как я истя, как вы слушали. Такой ваша садхана становится confused. Тогда вы не понимаете, как ты нет, почему он не сделает Бхать. Он не знает, что Кршнах, Бхать, Прямиям. Если вы слушаете, то мы не сможем общаться с ним. Таким образом, они говорят, что саджатия, асэ, асэ, асэ. Если нужно, то вы можете слушать с другой стороны. Тогда ваш бхатти также увеличивается. То есть на этом основывается процесс. Нужно слушать о махабхагаватах, описанных бхагаватам. Бхагаватам это по восстанию о бхагаване. И главным образом это повествование, больше всего там, это именно повествование его преданных. И вот Брамату подсказывает слушать и больше о них. И далее он говорит, и нужно слушать сам мухаритам. Нужно слушать из уст подлинно сведущих. У тех, у кого есть самбанда уже. Не просто так у каждого. У нас есть чаши, наши уши, они подобны чашам. Но эти чаши не нужно подставлять под каждую воду. Нужно их подставлять. Потому что если человек не закреплен в бхагате, то когда мы будем слушать от него, это настроение все перейдет к нам. То есть мы будем сами ничего не понимать. Нужно слушать от того, кто уже закреплен в бхакти, от того, кто имеет то же самое настроение. Это очень трудно. So many persons тел me проявляю, dika-дон, So many are the Bhagavad-gatha-dhahir, Some persons... There are Conventionism, Guruvai, Sankara, Shiva There are so many demig Nay-gatha Who is the Supreme Personality? They don't know. If listening from there is Katha And somebody is brahma-gyani There are jnani there, somebody is there They are Brahma, they are even the brahma Somebody is the Karmi Если вы слушаете Катхай даяр, то что происходит? Тогда вы становитесь конфликтов, ваш садхан был конфликтов. Таким образом, шахстар, скриптурально, будьте осторожны, когда слушаете бхагаватам. Многие говорят именно бхагаватам. Они от всех слушают, там говорят. Есть люди, которые являются бхрам two двести и они там не верят в верховное положение Кришна, они даже бхагаватам рассказывает. Есть люди, которые поклоняются дурге. Они там не считают Кришну в Верховном Вишна, они тоже рассказывают бхагаватам. есть люди, которые поклоняются Шиви, кармка, во что бы они там не видели. Если они будут рассказывать бхагаватам, не нужно слушать эти бхагаватам, нужно слушать бхагаватам от того, кто находится в той же линии. Да. Она говорит, Sanmukharitam. Вы можете слушать бхагаватам, это то, что происходит. Sanmukharitam означает «отвашна в той же линии». Да. Сдхани-стхитхи, они не говорят, «стхани-стхитхи». Стхани-стхитхи, они не слушают, они не слушают, они слушают. Висуна говорит, что, 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 все они работают, они ходят. Это только торже Kelly. 些 комErdak invested в этой сознarbeit. «Лава хатиа дурадеса» Вае рито нато Ваиснаваса, «Why going to there?» «What is the need?» «Hатиа дурадеса» «Walking» «Бесст» «Лот» «Мене» «Опад» «What is the zero?» «So» «Бхаттинанат» «Телли» «Гаура амаря савастхани» «Гаура амаря савастхани» «Гаура амаря савастхани» «Се савастхана» «Хе раба амин» «Праңаи бхаката санте» «Суддх бхаката чарнаену» «Бхажанану ола» «Бхаката сева» «Парамаси thi» «Премлати карамула» «Суддх бхаката чарнаену» «К DDR5» «Сваagarханану» «Gaура Амаря савастхани» «Вхарина маха.. covered with Swiss của Pakistan» Я пойду с ним. Я пойду с его пранай-бхаката. Возьмите, как это? Возьмите пранай-бхаката, с премин-бхаката. Когда они послушаются, они не понимают эту глину. Стросы, они не понимают. И без Ваиснава, мы смотрим, что любят лица, в саму хорезть, о том, что живут лица. Такие, стханай-ститавы. Мы можем жить за Ваиснава. Если они остались в Бхайшнах, они могут остаться там и слушать Харикадху. не нужно мчаться теперь по усилия тратить на посещение тех или иных святых мест угры станы есть и там находитесь там где харикат хуча с важно выдает находитесь там 10 сейчас ваш навы не нужно чтобы это приходит переходила в физическое физические упражнения по посещения тех или иных святых мест горит если вы сами туда поедете без ваишнавос вот так поет про наи бака там то есть нужно ехать туда с преми бактами если вы сами поедете вы увидите только здание речки горы и все и возвратитесь обратно ни с чем если святые места посещаются не всегда посещается под руководством преми бак а так нужно просто находиться там и находится ваишнавы слушать от них харикат ху это лучше всего я суша's so it's telling this tani still town this this is the another many traditions and sometimes you see oh it happens a larger hello no micro situation isn't the good situation when becomes good situation thing version now i am some public family problem some wars У меня есть проблемы, и у меня есть проблемы, и у меня нет проблемы. Если все проблемы со долларом, то Маскетра, то сухая? Вы правильно понятно. Если ситуация, то сейчас с Парамом, Как ты этот момент? Вот у меня в себе ситуационный момент. Так что ситуация? В кише ситуации ты думаешь, что это NDK. А с этой ситуацией, я должен делать в Параме, если ты думаешь, что это в хорошем ситуации, Бхажану никогда не будет. Когда бхажану, то возможно, в хорошую ситуацию. Бхажану без бхажана не будет в хорошую ситуацию. То есть, в какой-то ситуации, вы думаете, что это лучшая ситуация в моей жизни, и начать бхажану. Дома, в семье. И я подожду, пока решатся те или иные проблемы, и потом действительно займусь серьезно бхажаном. Бхажана говорит, что это неправильно. Это иллюзия. Он говорит, что каждая ситуация, в которой мы лично сейчас находимся, это самая лучшая ситуация для нашего бхажана. Она нам идеально подходит для нашего будущего развития. И драма говорит, если у человека другая ситуация, более благоприятная, например, которую мы ждем, она может возникнуть только лишь, когда ты со своей ситуацией сейчас начинаешь свой бхажан, а иначе она просто никогда не наступит. Поэтому с хнести там другое значение обозначает, кто бы при каких жизненных обстоятельствах сейчас не жил, вот это и есть для него самая идеальная ситуация для его собственного бхажана. Вы знаете историю? Вы знаете историю? Один царя и министр, они идут в бхажане. И когда они бхажаны, они их хранят, то этот царь, они убили в бхажане. Вы можете рассказать историю? про одного царя. И помните историю про царя? Это если у вас Акбар и Вирбал, другой был царь, другой был министр. И однажды у одного царя был очень мудрый министр. И так получилось, что когда царь фехтовал, тренировался на саблях, ему он в поединке лишился пальца. Он был в таком гневе. Он спросил у министра, «Ты все время говоришь, что все, что не делается, все к лучшему. Вот как это может быть для меня лучшим?» И министр сказал, «Я знаю, я уверенна, что все, что не делается, доверьтесь, это все значит самое лучшее, лучшее для нас благо». И он так рассердился на этого министра упрямо, что спрятал его в тюрьму. И поехал развеяться после этого, что случилось. Поеду сейчас на охоту. А когда он был на охоте, он потерялся от свиты и заблудился. Зашел в такие места, где жили разбойники. Они поклонялись дурке. Им нужна была человеческая жертва. И они увидели замечательного царя, всадника на коне. Они, конечно, его сразу оттуда сняли. Они его приодели, накормили, приготовили, уже и положили. И только Брам, он же готов был, занес над ним свой топор, предложив его дурке. И они увидели, что пальца не хватает. Они говорят, «Ну, это вообще, это просто юродивый. То есть он, он никаким образом дурка, таким уродом рады не будет. надо совершенного, чтобы самый лучший человек был». И они его отпустили. И царь не знал, насколько он, как ему повезло, и как же ему повезло, что он вообще пальцем решился сегодня. Он был вне себя от счастья. Он буквально, добравшись домой, поспешил к своему министру в тюрьму, говорит, «Слушай, это ведь точно правда то, что ты говорил. Я из-за того, что палец сегодня потерял, я жив остался. Ты мне только скажи, я только одного не понимаю». Ну ладно, я как бы жив остался и за пальцем. Все, что не делается, все к лучшему. «Ты-ты-ты-ты-ты в тюрьме просидел, говорит, ты-ты-ты-ты чего? Что из этого? Почему же это была для тебя лучшая ситуация?» Тогда министр ему говорит, «Другой мой царь, я же всегда вас сопровождаю на охоте. У меня все пальцы. Если бы, когда вас отпустили, кто был бы тогда следующей жертвой?» Поэтому, он говорит, «Что не делается, все к лучшему». Понимаете? В Италии у нас «Тане, сти-там, срути-га-там, 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 Как раз смешно tecnología в задلف mouth, это относится кааарма на бакья. Просто слушай Salesoles, в стул súper процентных способовахams Садоч Napisок. Это то, чтоoire- tennis action потратно. Будет искать прямо на бакья в monetном складе, когда вам стоит. когда приходят в месту, приходят присоединяйтесь к месту. И все все – байсанава, и все – поздно, подготовлены. Все приходят присоединяйтесь, не только приходят, но и сидят. Это все, как и очень красиво. То есть, вы можете присоединять очень и очень внимательно. Это четыре типа слушания. Например, это Реба. Реба. Машин. Реба. Реба. Стоит в оценке, с хир самадрой. С его глазами не блинк. Слышно облако. Облако облако. Как этот Реба не блинк. Слышно облако облако. Нужно слышать о тех ващнах, у которых естественным путем Истекает Ганга Харикадхизус, естественным путем Мне просто сердцем своим говорят И Брама говорит, и тогда нужно слушать эту Харикадху телом, умом и речью Каким образом можно слушать Харикадху телом, умом и речью? И Брама объясняет, Кая телом Когда вы пришли на Харикадху, нужно не просто пришел и подсел, слушаешь Нет, когда вы пришли на Харикадху, нужно поклониться этому месту, где идет Харикадха правильно Нужно поклониться тому, кто дает Харикадху Затем нужно поклониться тем, кто слушает эту харикатху, а потом уже самому садиться слушать. Ман, когда мы слушаем харикатху, нужно всё своё внимание отдать именно на харикатху, ни на что больше. Как говорят, в молочном океане рыба живёт, и она глазами пьёт молоко, и она никогда не моргает. Точно так же, как будто пить харикатху всем своим вниманием, и вакья своей речью, всё, что мы услышали, нужно это принять, понять и передать обязательно. Это условия харикатхи. Хорошо? Хорошо. Так, торт-тенггом тихет. Он говорит, что если вы слушаете харикатха, то, что происходит? Что происходит? Он говорит, что им Фрю? Он говорит, что Лоддь вверх, Ажи-тах, и что это восьмин – это трудно сделать, но если вы слушаете харикатху, И вот тут Брама раскрывается секрет, если вот это будет выполняться, если вот так будет слушаться Харикадха, если от тех будет слушаться Харикадха, если больше не будет полагаться на собственные усилия понимания знания, вот только тогда даже Аджита, которая чрезвычайно сложна, которая не покорна никому, даже его можно покорить таким слушанным. Халься, можно вопрос? Аджита разве не, может быть, еще, по-моему, переводом не разденна есть? Аджит. Аджан. Аджан, а'джан. Аджит bedeutet happy, как не dah from ребенка, а сказал, Аджан Rayorn, Аджан, а-дж, а орган понятен, а – точно. Аджанна понимает Fest� never satuborn. Аджан, и им不是ça никакие... а Puerto Guatemala понимает, что не有 triple до любого с between sun Аджан, в Sanskrit это аджан – пот нелектив, не б��ơ. Аджа. 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 Значит, следующий слог говорит Буласрея, Срити, Бхакти, Мудрадаса. Это не оформление Кришна? Кришна уже предложена? Прасад, прасад. Аджа. Аджа. Знаешь, когда я не беру горланд, я знаю, что некоторые девушки покупают эту плау, получают деньги, и некоторые девушки делают очень трудные делают горланды, делают горланды. Поэтому я хочу чтобы эта плау не было ареной. Это Слава-жива. Слава-жива, это форма-флова. Когда эта плау не было крисна, Гурде, Градаса-байсна, и тогда это хорошо. А кто это делал горланд? Они делают много работы. Они были созданы и как крисна, Гурде, Градаса-байсна, и тогда это хорошо. Вы неудобно принимать эту гирлянду, потому что я знаю, что, например, кто-то потратил на это деньги свои, кто-то потратил на это свои усилия. Кроме того, каждый цветочек — это определенная джива. Он говорит, для того, чтобы все эти усилия были успешны, для этого нужно предложить Кришне. Только тогда их жизни, эти усилия, эти деньги возымеют действия. Да, Господь. Один первый раз, некоторые поспорители, как в этом храме, они готовят. Когда они готовят, они готовят, когда они готовят эту воду. Когда они готовят эту воду, они готовят. Когда они готовят потом, то это пертисам с 실эн. Но эта гирлян не sollten яйца, они другая гирлянду. У героев 1 принадлежит, чтобы помочь с гирлянду, два принадлежит и крисно-кришна не может помочь с гирлянды. Ападу-кришна — это божество Балха-жаржи, Эти два растения изменились в форме из ауи. И люди, они ниже, идут в Балабахарда и будут говорить. Общая власть, в бадх, в бадх и одate. Они были бы на черная рыба, после того как они были в форме. И они до этого будут враги, и сребаги могли упасть из воды. Он говорит, что однажды, когда... Будьте осторожны, чтобы следовать этой поучительной истории. Однажды, когда один Севака, Кришна, он варил рис для него, он потом слил воду. Так получилось, что тут еще два зернышка выпало. И весь этот рис предложили Кришне, эти два зернышка остались. И они настолько возмущенные остались, они потом, когда их съели, когда они приняли образ людей, когда родились людьми, они пошли жаловаться к гуру этого человека. Его гуру это был Валабачаря. Они пришли к Валабачаре и сказали, мы, говорит, так долго во всех видах жизни старались, чтобы принять такой замечательный образ, образ риса, чтобы мы были предложены Кришне, а нас потом раз и слили вместе с водой. Говорит, совершенно неаккуратно и невнимательно, полностью нас проигнорировав. Так редко можно родиться этим рисом, чтобы предложены быть Кришне. Мы бы сейчас были бы, уже бы получили освобождение, а нам заново пришлось родиться. Вот тогда Валабачаре наказал своего слуга. Махарач хочет, чтобы мы очень осторожно относились ко всем дживам, стараясь всех предложить Кришне. Да. Гору, Расвасова, необходимое, когда вы возьмете любое, и возьмете необходимое, и возьмете к Кришне. Спасибо, Гору Дева. Поэтому, говорит, забирайте всех, и предложите их Кришне, а потом Гору Дева. Да, так как Кришна говорит, Бхагавад Пхитая, ягья-систа сина-санта-муччанта-сарвокили-сайи, бхан-жан-те-ту-агам-бапа-джан-ти-атма-карна-твы. Все бхан-твы, они прияты, все сниплые активы. Это почему, если они обращались к Кришне, то они обращались к Кришне, но если они не обращались к Кришне, то они обращались к Кришне. Только они обращались к Кришне, только они обращались к Кришне. Хорошо, теперь второй слог, слушайте. Махараджи, у нас нет личных хаташин с Кришне. Гурады уже можно только. Махараджи, мы не имеем личных отношений с Кришне. Гурады могут быть личных отношений с Кришне. Да, это наш основной администратор, когда они готовы, когда они делают все, как они могли бы говорить, мол, как отшепить деньги, как отшепить к Кришне, так как отшепить к Кришне, и кто может делать эти вещи. Именно это, и как пасхат, в том же моменте, что Кришне не было так, как отшепить Кришне, когда отшепить Бурады, Кришне же не ест яну без apple, то я услышал к Кришне, так как он получался к Кришне, так как он сделал так. Когда мы предлагаем Кришну, мы вспоминаем и напоминаем Кришне о том, что Гуру-Дев, Гуру-Дев меня просит предлагать. И хоть я не достойный, но я выполняю указания своего Гуру-Дева. Махраджи говорит, так же можно, конечно, этими руками сложно что-то предлагать Кришну, мы тогда можем представить, что руками Гуру-Девы мы предлагаем, но Кришне это предлагает. То есть это рука, когда вы качете, когда вы качете, Паранаму и радарани, когда вы качете, они думают, о радарани, Кришне не взяли ни одного в руки, только Кришне имеет радарани, который качете. Когда мы качете, мы обязательно пишем, о радарани, я помогаю вам, и теперь вы качете. Ваишнава говорит, что Кришна ничто не кушает, кроме как блюд Радарани приготовленное. И поэтому, когда мы что-то готовим, нам нужно понимать и молиться Радарани о том, что Радарани, когда Ты готовила, Я только Тебе помогал готовить. Ваишнава говорит, что Кришна, 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 Хари, Хари, Рама, 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 Хари, Хари, Хари. Самое утверждение, что мы не можем говорить о Бхакти процессе. Продолжение следует... 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 Прагхупада ему отвечал на основании этого стиха. И когда у вас будет большая проблема в жизни, если у вас будет большая проблема в жизни, если вы вспомните об этом стихе, то ваш сердце становится холодным. Хорошо? Итак, это стихе, очень хорошая стихе. Вы знаете, это татуа и компасы, вы должны поменьше. Попробуйте, пытайтесь, пытайтесь все выучить этот стих, всегда медитируйте на него в уме. И всегда медитируйте на него в уме. Начинаем. Татте на калпам. Еще раз короче. Шиманбхагава там 10, 14, 8. Вот настоящие ученики, даже цитаты все собой не носят. Это как визитная карточка в каждой книжке. Татте на калпам. 10, 14, 8, да? То есть в этой 14-й клаве как раз находится вся молитва, о которой Брамма Махрат сейчас рассказывает. Татте на калпам. Organisation. Он сказал на калпам, она из-за в этой цели. Как захочешь, ты не сможешь, никакой садхана-ховър, можноosas выбирать все они, чтобы вы принимали это. Если кто-то следит бхакти, тогда кто-то может перерезать это. Вот эта шлока, вот этот стих отвечает на следующий вопрос. Мы знаем, что бхакти это самое лучшее, простое средство, и ради него нужно оставить все остальные практики, но теперь в этом стихе вопрос о том, как следовать этому бхакти. Что это значит? Мы знаем, что если бхакти... Должна быть к тому, что это значит, что это значит. Это значит, что ваша сердцем, так же, что вы думаете. Махару can hear это. Да, вот это значит, что бхакти, абхандрапха, это значит, что это значит, что это значит. Один из данных Бхакти, Бхарати Прот is the happiness. Из-за того, что почему вы говорите, какое вы говорите, что вы говорите? Потому что кто-то считает что если что-то будет восхищенной. Но это как правило на Довоте, это похвастение и с сферой. Доводцы. Доводцы думают, что это ладья. Это ладья мертвая. И саранаса. Это ладья мертвая. Это ладья мертвая. Как они думают, это ладья мертвая. Он рассказывает, что это ладья мертвая. Сейчас к маме убрали, некоторое время к нифраку и немного к нижней мертвы. Как всегда к нижней мертвы еще, но иногда к нижней мертвы. Когда к нему еб носок, то к нему еб носок, когда к нему еб не еб носок, то к нему еб носок. Когда брат и мама, они хотят семью и имели любовь. И ему стало бить и любовь. Но под мужем, родственники это же самое. Бить не только, если не любят любовь, что родственники это тоже. Все равно от родственницы это их отличие. итак татэну кальпам брама говорит каким образом нужно следовать бакте он говорит бакте приносит счастье естественный результат бакте это счастье иногда получается что мы совершаем аппаратхи ошибки или оскорбление тут все называется аппаратхи когда совершаем ошибки то тогда приходит наоборот беды какие-нибудь виды страданий но брама говорит и к тому и к другому нужно относиться как милости от кришны то есть к этому нужно относиться хорошо благоприятно воспринимает это как любовь как милость кришна точно так же когда мама она иногда дает молоко иногда дает ним зами мимо знаете криток него него такое горькое горькое дерево с горькими листьями листья вкусные вот он суп из ужасных доклад когда сок нема дает то есть когда человек болен ему дает сок нема и и когда мы например пьем молоко нам это нравится а когда сок нема он на вкус очень горький и но брама говорит нужно и к молоку и к нему относиться одинаково о том что мама с любовью мне создала молоко и ним это как мама как точно даже мама иногда целует и мама иногда шлепает это и другое является проявлением любви матери это другого нужно ребенку yeah now know youre сделали yeah now this Çok realized what I wanted you did want ton't I think I'm just didn't want to Я не знаю. А, для меня? У меня есть какие-то сады, Махараджи. Я взял немного сады, и у меня есть какие-то сады. Сады, пожалуйста. Как я делаю? У меня нет. Да, хорошо. Павел город. Водя, 물어�. Павел город. Гоréу сыновал. Павел город. Павел гуи Я вовремяzepре. Павел город. Павел город. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они говорят, что тот человек ко мне поступает таким образом только потому, что прежде я сам его довел до такого состояния. То есть в этой жизни или в прошлой жизни ко мне возвращается результат того, что я сделал по отношению к этому человеку в прошлом. Деватик думает, что что это такое, когда она пристает в spiritual life и когда она пристает в моем жизни, то wife, когда она пристает в сын, то есть все люди. Ты когда-то снижая, ты взял дескутывай в Италии куриша, А когда она пристает в мое жизни, то есть все люди, все люди, которые исчезают. Но если бы не было, то что мы думали, что Брама, то что мы думали, что это тоже. И я вам говорю еще раз, как два брена, которые были на фестивале, один брат был полностью atheist, и один брат был был виноват. Он всегда был виноват, кто был виноват, кто был виноват. Что он был виноват? «У вас есть время в чатки!» «Арр я, крышно!» «У вас есть время вести в аршивной ратте». Когда мы прис shell in руки,én это то, что вы не единственное. «Арр я, крышно!» «У вас есть время в больного!» В разное время, эти брifundи были праздные, но в фестивале я никогда не посмотрел, Продолжение следует... Я не буду бажан, я буду гладить, я не буду гладить, я буду гладить. Это вообще ненец, он говорит, что, «Ари, Кришна, Ари, Кришна, все время че, мы все время его ставим ситтем на фронт, это очень много. И теперь он становится очень устанавливаться, «О, Господь, почему вы сплите меня поклониться, почему вы всегда не будете говорить? Вы всегда становитесь сквозь, так что вы не будете знать…». Вы не знаете, что вы делали прошлый карман, вы не знаете, что вы делали этот гол. В последнее время вы делали очень много чаритов. Сегодня, он был главным кином. Сегодня, он был главным кином. Но он всегда критичит меня и мой доводитель. Все спицы активно принесли. Поэтому я только получил 1 гол. Он всегда был главным кином. И вы убили прошлый год. Сегодня, он был главным кином. Он был главным кином. Он был главным кином. Поэтому вы делали свою байджан. Я убил все свои карманы. Брама говорит, что иногда может показаться, все разумigare что я совершаю ее. Жизнь-то моя лучше, например, получше не стала, и всё равно какие-то беды меня преследуют страшные. Вот как бы это всё из-за бхакти-то не получилось, чем я сейчас занимаюсь. Кто-то ведь бхакти не занимается гораздо лучше живёт, чем я, который бхакти занимаюсь. И он говорит, чтобы... И он говорит, что для того, чтобы когда с вами подобное случится, чтобы вы сразу вспомнили эту историю. Нет, я пила святостно, пожалуйста. Что, говорит, чтобы... Когда с вами это случится, чтобы вы сразу вспомнили эту историю. Про двух братьев. Один брат был преданный Кришне, а второй брат был полным атеистом. И этот, который вечно ещё и смеялся над своим братом, говорит, ну что ты постоянно бусики свои трясёшь в руках? Ну что ты сидишь перед своими божествами? Говорит, это же камень обыкновенный. Не слышит он твои молитвы. Что ты так сильно... Столько усилий совершаешь? Столько времени теряешь. Занимаешься пустым делом абсолютно. Потом ещё наступил праздник один, на котором они оба участвовали. И когда они шли обратно домой, этот атеист нашёл кусочек золота на дороге. А этот преданный, он наступил на гвозди, на какую-то железную спицу, проткнул. У него так много крови стало течь. И он пошёл дальше. Промаил говорит, вот смотри, вот, пожалуйста, результат твоего баджина. Не нужно никаким баджином заниматься, будешь золото находить. Вот будешь заниматься, вот какой смысл чего ты там сидел перед своей статуей. И тогда преданного стал молиться Господу о том, что ну как же так, ну почему же ты меня игнорируешь? Почему же так такое допускаешь? И тогда Господь ему пришёл во сне и сказал, что ты не понимаешь, ты не помнишь, что было в прошлой жизни у вас обоих. Он говорит, вот тот был богатым царём, благочестивым царём. Много дел благочестивых поступков. Но поскольку он в меня никогда не служил, в меня он не верил и осуждал моих преданных, поэтому я сейчас просто заплатил ему за то, что он делал в прошлой жизни ничего благочестивого в качестве золота. Долг закрыт у меня перед ним. Говорит, а ты в прошлой жизни убила человека. И по закону кармы ты должен был сегодня повешен. Говорит, ну ты просто проткнул ногу и пошёл дальше. То есть Махрадж говорит, когда с вами что-то случится в будущем, всегда вспоминайте эту историю. Ты что? Ты что? Ты что? Да, ты что. Продолжение следует... Продолжение следует... начинает его испытывать, действительно он там в любви ко мне признается. Поэтому иногда достигает какие-то трудности, сам начинает посылать, чтобы посмотреть, как он там на самом деле меня любит, если он в любви признается. И Крышна говорит, те, кто действительно видно, когда он убеждается, что действительно его любит, то есть все не делают это ради каких-то удобств и всего остального, вот тогда Крышна дает ему положение своего Даса на Даса. Он говорит, вы можете, когда в проповеди вы иногда рассказываете эту историю тем людям, которые начинают в бхакти и что-то, например, с ними случается при этом. Просто объясните им, чтобы вы же как бы в Крышне в любви признавались, вот он часто испытывает на веру ваша любовь. И на самом деле, этот гопи, you know, этот гопи, когда Крышна, yesterday, когда он сказал, this is Udhav-Jaya, when Krishna, he took one bumblebee и вышла в Сримути Радарань, сидел на департамии, и он сказал, что не повлия, не гуляй, не autism меня лотас. Не стремился громкость. Детяни Радарань сказал, что не повлия на Садду. Садду, Он говорит, Шадху, Крышна, что он говорит? Кршна. Блак. This black person, devotee, don't believe sadhu. Sometimes sadhu, what are doing, take this Bhagavad-Gattha scripture, put it here. Okay listen to Bhagavad-Gattha, I am free, not taking any money. I am free to tell this Bhagavad-Gattha. Then God is telling, unless you are not listening to Bhagavad-Gattha, you are staying very nice with this Kriya's life. And when to listen to Bhagavad-Gattha, our mind is completely bewildered. You know, now you have left everything, take the shelter to Krishna's lotus feet. You know, Krishna what did? He left to us, Vrindavan, and came to, you know, Krishna, and God and Vrindavan to Mathurade, to Dwaraka. Who is listening to this Katha, you know, this sadhu, what they are doing? They have also no, no, no any house, no children, no to Bahir, they are. They are also telling this Krishna Katha, Krishna Katha, everybody will become pahal, mad person, you know. Who is listening to this Krishna Katha? They will become, you know, they will become completely like this. Same situation. There are also not any house, children, they are trapped, not everybody's house, not everybody's house. Children, not everybody's time there, you know. When he saw to, there are some jealous, you know. I don't know any house, children, why they are house, children, jealous. So they are telling Krishna Katha, Krishna Katha, because everybody is mad, you know. So Radha is telling you, don't believe to this sadhu, you know. They are telling you, without money, I gave this Katha Katha. Don't believe. Radha is telling you, look at my situation. Look at this situation. You know, this Tabha Katha Maritam. This is Gopital. Tabha Katha Maritam. Gopitali, Sambaitali, Krishna Katha Lector. Who is listening to this? Tabha Katha Maritam. Who is listening to this? They are going to die, you know. Tabha Jivanam. They are hard, completely hard in the separation of Krishna. Tabha Jivanam. Kabhi Biriditam. They are telling themselves, everybody lied. You see the flower in the sky, the flower in the flower, you know. Blasming the sky. Where are possible? So this Radha, I am telling you this. This is the Bajastuti. Bajastuti meaning, outside you can listen, this is some criticism. over a storm. It is also with a glory. It sounds to the category of Bajastuti. That is what all of Krishna loves fit. When He himself worshiped the world and intraves the world, then He was worshiped Gopitali. It is what it is what is revealed to our Radharani, how how Krishna is worshiped. When Radharani is Naudhavak-yari, когда она без ума от разлуки, когда пролетает к ней, то Гудова приходит туда, смотрит, подлетает к ней шмель, и она прогоняет его, «Убирайся, даже не трогай мои лодостные стопы! Иди, иди, иди!» Она просто прогоняет его. Говорит, «Никогда не слушай!» «Сам чёрный, все его последователи чёрные!» Говорит они. «Никогда не слушайте ни его, ни его, ни их последователи!» Говорит, он «Тава-катамрю», они приходят, иногда такие весёлые, и говорят, «Тавайшнавы» под мышками Багава там держат. Говорит, «Идите, идите, идите сюда! Я вам бесплатно такое, что расскажу, интересно, нет?» Говорит, и потом «Послушаешь их!» До этого была нормальная, счастливая, спокойная семейная жизнь. До этого. Приходят они, и всё переворачивается. Сами без ума, других делают безумными. Потом человеку начинает бросать свою спокойную жизнь, и у него одна за второй проблема. Они все уезжают непонятно в какую страну, живут там непонятно в каких условиях, как птицы бездомные. Сами, говорят, приходят, у них ни семьи нету, ни денег нету, ни дома нету. Смотрят на греха и, говорит, и испытывают, говорит, зависть о том, что вот у них спокойная жизнь, надо ещё и им поломать их спокойную жизнь. Чё это у меня нету ни дома, ни семьи, ни денег, ни родственников, а у них есть. Поэтому расскажу-ка я им сейчас багаватка откушу, у них тоже не было ни семьи, ни дома, ни денег. Гоби, говорят, там, а ката мритам. Говорит, что, кто-то называет багаватка откушу, ни тарами смерти, да? Она не, бессмертия какая, она мри там, говорит, катха, говорит, выпьет вот такую катху и всё, считай, покончена с твоей жизнью. Стоит только попить её. Он говорит, вот таптадживанам вам там объясняют, да? Вы говорите, что всё, уйдут проблемы с вашей жизнью. Таптадживанам обозначает другое, говорит Радарани, у вас вся жизнь теперь полыхать, как огонь будет в разлуке покрышны, у вас мир будет под ногами качаться. Вот посмотрите, говорит, на моё положение. Вот, говорит, результат таких саду, которые приходят, весёлые саду, и рассказывает багаватка откушу. То, Если женщина слушает Харикатху, то он оставил Хаджбану. Хаджбан оставил Харикатху, а дети оставил Харикатху, и родственники оставил родственников. Таким образом, никто не слушает Харикатху. Был хороший, послушный ребенок с любимыми родителями, он оставит своих любимых родителей. Была, говорит, жена, был у нее любимый муж, оставит она своего любимого мужа после той кафе. Был муж, говорит, оставил свою жену. Только, говорит, все. Вот посмотрите, говорит, мы, говорит, Радарани, мы сейчас в лесу живем. То есть, когда Крышна уехал в Матхуру, они остались в лесу. Они никогда не ели после этого, никогда одежду не меняли. Вот, говорит, вот до такого дойдете после этого. Шрава-дамангалам, да? Да, и Рабхуга Суами, вы знаете, Рабхуга Суами, Он сказал, что вы... Что там? Что там древние? Аханупам, да, пришел. Что там древние? Так, он говорит, что это Шрава-дамангалам. И Рабхуга Суами говорит, что не бриндаваны. Это в нём. Прийти. Я дыхал плащ. Я не могу взять дарсанам, и они ему говорят, не дого. И то, что они напоминают, тихо, смоли, смоли. Он не смолен. Стрельно от Chinese. Внутри, тогда ты ставишь под отец. Тихо ты не спишь. Это глина, это вверх. Тихо будешь сймель. С этой стороны ты 없ишь? Вверх. В то время то есть человек не смотрит. Он не посещает. Он не понимает, чтобы он не поменял. Получается, в три места, в таком месте, в таком месте, но не всерьез, он не успел. Внутри, взять в трех местах. В то время что он не прижал, и в три места, он не ушел. В це время, когда он выкинулся, тогда вы могли estableться. Придеваннады не могут ходить. Рупогасвами говорит, что если вы хотите удачной жизни, вы должны взять дарсан от этой красоты. Вы выглядите полностью, что вы не видите, что вы не видите, что вы не видите. Если вы не видите, то вы не видите. Шеруба Гасами дальше говорит, во Вриндаван не вздумайте никогда ездить, если там все-таки получилось, что туда жизнь занесла, на Кешей гад никогда не ходить, что это вдруг на Кешей гад не ходить, все прославляют это место, что я туда не пойду, нет, ни в коем случае, и в храм, Говиндаджи там стоит, тоже никогда туда не заходить, как это все говорят про Говиндаджи, какой Говиндаджи, Говорит, и на самого его никогда не смотреть, но никогда не смотрите ему в лицо, не дай Бог вы увидите его улыбку, она будет с виду такая сладостная, а на самом деле в этот момент, говорит, ножиком у вас по сердце сразу эта улыбка разрежет, говорит, и в глаза ему никогда не смотреть, у него оттуда стрелы вылетают, они сразу пронзят вас, у вас, говорит, сзади пики торчать будут, Он говорит, там, никогда не верьте, флейте его, ни в коем случае не слушайте флейту, ни в коем случае не доверяйте этому перу, который у него там в волосах, какой бы он там ни был, потому что он, говорит, кривой, говорит, Говиндаджа, в трех местах он кривой, Говорит, если стрела еще попадает прямо, ее еще можно вытащить и как-то залечиться, а если кривой туда попадет, его уже оттуда никак не вытащить, если она уже один раз залетела, уже просто не вытащить его оттуда из сердца, Говорит, и поэтому ни в коем случае не езжайте во Вариндава, здесь Жу Бхагасами говорит о том, что нет настоящей красоты в этом материальном мире, говорит, вся красота, она находится у Кришны, поэтому езжайте во Вариндава. So Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Рама, Hare Rама, Hare Rama, Hare, Hare, Hare. Now Бра tackle very nice things. This slogan бして живатиса мукиasse� qu sou tattsакаки Лоттоство, лоттоство. Получилось Jeevati, Jeevati. Например, если у тебя пяти много денег, много своих проповедей, если ты был Ким, когда ты был Ким, ты был во всем мире, когда ты был власть, когда ты был остател, когда ты был власть, ты был staying. Продолжение следует – что скажу… Живату – существует, когда веришь, как дождь будет получать этот родной mascot. Таким образом, если ты в購 keeper, кто же ваш род? Владимир, это кршна. Он имеет многое правительство. Он должен стать правительственным горным, который говорит в господином . Он хочет быть во всей внимании, в precise разе растениях. Он хочет быть в рашу. Он хочет быть в апте, в архиле, расамрата, мрти. Он хочет быть в рашу. anto пр refractы sanction и довольно довольна продвижие как это lässt от BBC одjestом ос это разверк все будет перед доставший цвет 12 и Продолжение следует... Далее Брама в последней строке говорит слово «дживанти». Он объясняет, что царь обычно передаёт всё своему сыну в наследство. Всё, чего не есть, оно всё автоматически переходит к его сыну. Но в том случае, если сын живой. То есть, если сын уже умер, то, конечно, никакое наследство не получает. И вот тут Брама говорит, у нас очень-очень богатый Кришна, богатый отец. У него, говорит, всё самое высшее, самое высшее богатство, самые высшие возможности, самые высшие. Всё так сладостно, сладостно, сладостно. Говорит, Адарам Мадурам, Хаситам Мадурам, и улыбка у неё сладостная, и походка у неё сладостная, и Муна там сладостная, и Вриндаван там. Там всё-всё-всё сладостно. Говорит, ну когда может это наследство перейти? Когда мы будем живы духовно? Если, говорит, читаем, повторяем, например, начали нам дали чётки, начинаем повторять Святое Имя. «Ой, слишком много проблем, нет никакого смысла от этих чёток, не буду я больше». Какой смысл повторять эти чётки? Человек оставляет повторять, он умирает духовно. Наследство тогда в этом случае не перейдёт. Жить духовно обозначается, тебе дали чётки, дали повторять Святое Имя, сказали, что ты обязательно когда-нибудь обретёшь Кришна, и нужно продолжать теперь жить. То есть надо теперь просто следовать этому процессу пока это наследство не пройдёт. Оно обязательно пройдёт, в том случае, если ты умрёшь духовно. – Харишва, я даю один пример. Мы пытаемся помнить это. Когда кто-то задает вопросы, они могут задать ответ. Далее, когда кто-то, когда кто-то, когда кто-то, когда кто-то, когда ты, грустный, через разлишь, то есть не маленькое, и когда ты знал того, что происходит в этих классах. Для того, что они почитали, например, в Идах они использовали новые люди и, конечно, эти новые люди запасили их через агентство. Вот эти новые люди держались. Они так же одинаково и получили свои новые люди и сколько они захотали, они запасили их. Например, в этом году в армии, в том числе, в армии, в 작은 хвитах, и в следующем году, в армии, в армии, в армии, в армии, в армии, в армии, в армии. Возвращение к димитанию. Какой пыль? Возвращение к димит Кожанску. А то, что они высота некий? Ну, люди, это не просто. Мы продолжаем, что дальше пыль! Когда ты закончишь пыль, к димитанию с димитацией. Какой пыль? Что мы не будем? Пыль! Пыль! Но, как пыль? В осторожном пыль они не будут. Что сейчас мы не будем пыль! и потом приходит. Он пытается помочь, если что-то приходит, он сам тоже сопровождается. Он сам сопровождается, и если кто-то спросит, тогда он ответит. Зерно освещено в одной из сессий, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми. И вот там дается такой пример. Раньше зерно, когда собирали, и было клали в такой определенный конус, по которому идет отсеивание этого зерна. Вот в первый год была засуха, зерна были мелкого размера, наполнили этот конус. Потом на следующий год уже было хорошее зерно крупного размера. И наполнили это хранилище зерна. Ну а снизу уже по мере того, сколько тебе нужно, ты берешь зерно. И вот получается странно. Ты в этом году столько усилий приложила, такое крупное зерно было, а оттуда выкатывается мелкое зерно. Ну что такое? Этот пример показывает о том, что в прошлом году, ты мелкая половина. Например, в прошлые годы у тебя были мелкое там зерно. А куда оно денется? Оно сначала мелко высыпется, а потом придет крупное зерно, по очереди по своей. Вот точно так же, когда, например, человек начинает заниматься баджаном от бхакти, только хорошее приходит. Иногда видно, что плохое что-то идет. Это происходит не от того, что мы сейчас занимаемся бхакти, а от того, что прежде мы занимались чем-то плохим. Вот эти мелкие зернышки, мелкие зернышки начинают сыпаться оттуда. Мы туда хорошее зернышки кладем. В будущем, значит, будут хорошие зернышки сыпаться. Хорошо. Хорошо. So, another example, like this, в детстве, когда вы играли, когда вы играли, большие оксиданты, как здесь, большие оксиданты. Когда вы идете к доктору, вы идете на банды, и все. Окей, это пень, но когда вы становитесь old, что происходит, все плохое происходит. что плоды, когда вы становитесь ушла, то что есть почту, все проблемы с嘿-хаккой. То есть когда вы кратку не проходите, то есть когда вы返али зернышки по тему, и я думаю, что у нас очень много проблем. Поскольку и другое было с Джойны, что у нас всяких потомных проблем на это было. «Я у вас есть маленькая и чайная, что у нас есть маленькая пушка, и эта она был оттуда. Такая другое, все шутки, тогда вы должны ходить, В сердце вы не понимаете, что сейчас кровь становится очень холодным и больным. Вот так, когда появилась какая-то плохая вещь, что это причина? В прошлый раз появилась какая-то плохая вещь, а теперь она вышла. Никто не знал, почему она вышла, но раньше она вышла, что она вышла. Что-нибудь там ломали, растяжение было или еще что-то. Пока человек сильный, он этого ничего не чувствует. У него вроде как все зажило, все замечательно. А потом старость наступает и открываются болячки, те самые как раз, по которым в детстве получились. Приходит к доктору и говорит, вот у меня так сильно плечо болит, не понимаю, ничего вроде такого особо и не делал, плечо болит. И доктор говорит, ну может быть несчастный, может быть вы в детстве вспомните, пожалуйста, если бы был у вас какой-то несчастный. Он говорит, да, да, в детстве я очень сильно надломил тут, то есть у меня была очень сильная проблема, травма была на плече. И доктор говорит, ну вот. Просто когда вы были здоровы, то тело могло с этой травмой справиться, пока мышцы в порядке, пока кровь нормальная, пока здоровье есть, то эта травма она не дает о себе знать. А как только тело стало немощно, тогда та проблема с детства начинает раскрываться. Вот точно так же, например, когда случается с нами, то не обязательно, что оно вот сейчас, как бы ты что-то сделал неправильно. Это говорит о том, что ты раньше что-то сделал неправильно, а сейчас оно просто выходит наружу. Еще пример послушать. Попробуйте, чтобы вам это помогало, если у вас какие-то проблемы начнут улазить. Вот, например, в этой жизни я убил пять человек, я убил пять человек, я убил пять человек. Если вы убили только один человек, то его жизнь вы убили. Он не забыл в его через три раза. Я не знаю, что это правило в течение этого рода. Он убил семь человек. Я убил его целый человек. Но в то же время он убил пять человек. Но в то же время на него убил пять человек. Пого中 varios человек, но это не было четыре человека. Но что происходит? А дальше они, такие люди, что все стали прав, И вдруг случилось что-то неправильно. И иногда думают, что я не делаю ничего, что я не делаю ничего. Почему я не делаю это? Но вы не делали в прошлой жизни, что я делал. Вы убили 5 человек, только 1. Вы убили 1 жизнь, и 4. И не нужно дать жить. Поэтому, я думаю, что почему я делал это? Нет, это что я делал, но я не знаю это. Например, в этой жизни я убил 5 человек, то есть я говорю, не знаю как у вас в России, у нас за это пожизненное заключение. Я говорю, у нас в России так же. Убийство. Даже за одного уже пожизненное убийство. За одного пожизненное убийство, тут 5 человек убил. То есть тебе не дадут же 5 жизней там отсидеть. Так вот, что делает так? Вот так получается, что он в одну жизнь отсидел в тюрьме, а в вторую жизнь родился. Такой замечательный парнишка там, ничего плохого не делает. Тут раз его невиновно загребли и в тюрьму посадили. И он уже недавно, ну что за несправедливость, ну как это так? Его еще и пожизненно посадили. Так вот, говорит, никакой несправедливости там не происходит в таком случае. Ему надо еще 4 раза отсидеть. Там долги-то еще не все уплачены. ... Продолжение следует... 10.40 10.30 Продолжение следует... 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 Почему? Потому что это Нараян, Бхат, Брамбаха, который был из-за Крии. Я пришел из Нараян, поэтому я его сын. Если я сын, то ты мой сын. Поэтому нужно сказать все, что я делаю. Он говорит, ну как же, забыл что ли, что ты говоришь? Я ей, говорит, начало всем духовных и материальных миров, и потом вселенский образ показываешь, Арджуне показываешь, как ты это все поглощаешь, как ты это все рождаешь. Поэтому ты мама и папа, ты потом еще и сам говорил, я всем мама, я и мать, и отец, и все. Потом ты мой папа и мама одновременно, когда Нараяна в Браме рождается, я родился из Лотоса, который из пупка Брама. Ты, говорит, начало этого Нараяна, значит, соответственно, мой главный папа. Именно поэтому ты вспомни это, ну и, соответственно, прости меня. Я говорю, да, я не мой папа, Нараяна, мой папа. Вы говорите, это неравалу Нараяна, это неравалу Нараяна, это неравалу Нараяна, я не мой папа. И когда ты говоришь, это неравалу Нараяна, Селдер из всех жилов. И кто из Нарайана? Кто из Нарайана? Нарайана. Парс, парс и парс, парс. Это Кришна. Кришна. Баладебраву. Баладебраву. Мурсанкарасан. Карнадхай, Гарбадхай, Кхираптисай. Висну. Гарбадхай, Висну. Набхалкам. Кто из Нарайана? Вы парс, парс и парс. Вы из Нарайаны. Вы из Нарайаны. Вы из Нарайаны. Вы из Нарайаны. Ничего подобного. Может быть у тебя там Нарайана, папа? Я не папа тебе. И тогда Брама начинает доказывать ему. Начинает приводить Сидванто. Он же Ачарья является. Он говорит, ну, ты же говоришь, ты же начал во всему. И кто такой этот мой Нарайана, который утверждаешь мой папа? Ты же говорит, твоя, говорит, частица-то. Он говорит, там сначала Кришна, потом Брама идет, а Баларама идет. Потом Баларама идет Мула Санкарша, Маха Санкарша, потом идет Карань Дакаша Вишну, потом Гарбка Дакаша Вишну. То есть как раз из паука Гарбка Дакаша Вишну, я и появляюсь. Но это все, это просто твоя частичка, соответственно, ты и есть главный папа. Да? 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 Юга. Да. Да, да? Какой человек понимает к нашествую, без область человека, человек не может понимать. Если я, кустенец Бога,なら не я can't understand. А кара-шива не понимает, что Балады и прабы не понимает. И после этого Балады и прабы не понимает Христа будущего, то Балады и прабы не понимает, он становится знаменитым в своём деле и во всем. Бралады и прабы не понимают. Прабы не понимаются. вообще чрезвычайно сложно он говорит на ему атма правочанам лапье через правочан то есть через если даже рассказываешь много о кришне еще не факт что ты его понимаешь на баху на шутана много 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 слухаешь о кришне ты не факт что ты его понимаешь брама говорит даже каким образом можно тебя понять только если ты полностью предался кришне все сто процентов без притворства то есть чтобы вообще-то никакого притворства не было на самом деле полностью предался на сто процентов и когда ты сам при этом свою милость подаришь вот тогда тебя можно понять тогда можно понять абсолютную истину говорит даже я горит брама то есть брама это самый высший интеллект в это в этой вселенной у меня четыре головы я нему не способен тебя понять даже даже норально даже баларам баларам это не сможет то есть у него абсолютно предавшиеся чистое сердце он сам он но пока ты сам милости то не дашь тебя неизвестит неизвестит любви что вы все это неизвестно все это неизвестно конечно я не знаю вот он с вас взял Бхаттин. ämä ciотал паттин. И это все, что я создавал. Тататик, верила. Именно такой amazing как и простой веков. В себе герои понимали ли, как сложно найти какой-то важный фактор? И с этой стороны, кто такой сделан, как огромная, не Making мир это называемый мир, это был доблений. Бон valour, б鬱 и ответ на были ближайшие мех jalитова. Было большое вз adhere to hierа. И когда он сидит во вселенная война, looked Тиurgи впервые Г시�ой готова. Он говорит, что мы детей не хотимFRS saying, что нет выдел, делать п 발라си в генах. Мы « totaунные друзья», если вы не занимались в сын, если вы хотите то то чтоrone, ты pure бегает. Продолжение следует... Если 2-3 месяца, то каждый день вы не сможете сходить. Кришна может сказать мне что-то. Но когда я и говорю, что Кришна, я не могу сходить в месяц. Кришна говорит, что не могу сходить в месяц. Не могу сходить в месяц. Расскажите. Непочатым грузом работы, которую он совершает в этом мире. Он говорит, что одной компанией сложно управлять. Будь у вас одна автомобильная компания по изготовлению автомобиля, вы уже будете чувствовать себя, что вы большой деловой человек. А тут Брама не с одной компанией. Он не с одной планетой управляется. Все разрешает все эти проблемы. Со всеми четырнадцатью ярысами этой Вселенной. Все это сотворило ему постоянно. Как манеджер, управляющий, нужно все это разрешать и все это делать. Все проблемы решать нужно во Вселенной. Он главный манеджер. Он думает, что Кришна меня недооценивает. У меня столько усилий постоянно прикладываю. Ни разу спасибо даже не сказал. Ни разу. Пойду я сейчас, проучу Кришну. Чтобы знал, как уважать своих слуг. В общем, пошел он к Кришне. Удваров уявился туда к нему. Говорит, я сейчас пойду к Кришне, попрошу на месяц отпуска. И вот когда он сам все это поделает, тогда будет уважать мою работу. Думает, сейчас приду к Кришне, скажу, Кришна, Пожалуйста, на месяц отпуска. И Кришна будет говорить, ну чего ты на месяц-то берешь? Ну ты возьми хоть на день-два, если тебе очень сложно. Зачем на месяц тебе? Кто справляться с этим будет? Уже довольна народа с предвкушением появился в Двараке. Брама. Появился Брама в предвкушении в Двараке. Говорит, Кришна, не отпуск на месяц нужен. А Кришна к его удивлению сказал, ну хорошо, иди, иди, Брама. Иди, говорит, не проблема. И тут Брама удивился этого. Брама. Независ процедура你是 когда-то досточlem, cuando Брама перемulc ta и откликався, **************************** Lean, я всегда racing. Прома тогда, поэтому Брама difícil о цеплении. Он проснулся сюда, и когда Брама обратил к Кришне, Paul agreementовал его魅 mudhan в сфер будет доехать после сфер Sigma. непровидным делом принципом. Когда он вернулся, он увидел, что 8-Head-Brahma сидит в свадьбе, и очень быстро он хочет идти к Кришна. Он говорит, что Брахма. Он говорит, что 8-Head-Brahma. Он говорит, что 8-Head-Brahma. Он говорит, что очень быстро он хочет идти к Кришна. Он говорит, что где я пришел? О, он говорит, что 10-Head-Brahма? Он говорит, что первое второе небо, если ich не могу, то fragи его, что Брахмы пришли, и сказал два дня. Он говорит, что Брахмы пришли, так быстро он сказал. Это была высока, и она решagилась. а надо создать Брагма. У него 32 бракма. У него 64 бракма. То есть 100 бракма. Когда уже кое-каким? Кресть 100,000-брод abbа-брагма и, когда с ним след está спеша, чтобы не было с ним. Он подслужил это Брагма, Брагма-брагма. В своем бракме, он очень сильно поры защищает его! Он говорит, blobболу, не допустим быть, Jefferson 주esa 특별... Он говорит, что это самый маленький праздник. Здесь БрAMA, это самый небольшой, праздник Браама с самого mornings. Он свой самый маленький, chair big, самый маленький Браама. Некоторым Брамина�, это был только человек, но вы не понимаете, что Брамина had оченьam что-то, А на другой Брамина было так, что вот такая же Брамина, одна большая Брамина, вы не сможете уйти. Но вы все 총OSHИ, почему почему? Что-то я и так сяк-проект, я думаю, что это весь. Опять халат, держу все, все, кнеполе, кристос не было ничего, и не было пасива. Я делал в месяц, когда я проведу, когда я проведу, тогда я проведу. Так что, когда я проведу проведу, в рамках я не смогу провести это дело. Я не могу ничего сделать, я не был. Я не был, я не был, я не был. Я говорю, почему вы проведете? Вы слышите, что вы тоже пряты. Теперь дверь открылся. Вы идете быстро, чтобы вы можете получить дверь. Так что очень быстро идете. Потом Брахмас, знаете, поднимает голову и поднимает меня. У меня работа. Так что я закончил. Брама уже с восемью головами, он думал, что он великий Брама, единственный Брама, над всеми самый-самый великий, а тут летит гораздо больше его и с восемью головами. Говорит, эй, вы куда махает им Брама? А это некогда, спроси заднего и пролетел. Странно, а потом смотрит, еще больше лебедь, еще больше Брама уже 16 головами. Говорит, ого, вы куда летите? Он говорит, задний спроси, некогда, пролетает. Потом там уже 64 головы было, потом уже тысячи головы Брама. В общем, какого-то Брама в конце, там уже стал подпрыгивать, а я остановила. Одного Брамана ему удалось остановить. Он говорит, вы куда все летите? Он говорит, этот Брама говорит, да, понимаешь, мы, вот эта вселенная, она очень маленькая. Тут и Брама всего маленький. Говорит, ты, говорит, самый маленький Брама из всех Браманов. Говорит, ты, говорит, самый маленький Брама, в самой маленькой вселенной находишься. Есть гораздо-гораздо больше вселенной, гораздо больше могущественные Браманы, говорит. Говорит, а куда вы все летите? Говорит, да мы слышали о том, что в этой маленькой вселенной какой-то, говорит, а что, говорит, вы, что, говорит? То есть, говорит, мы, говорит, в свое время однажды возгордились о том, что такая большая вселенная. Крышна не нас недооценит, спасибо никогда не говорит. Мы попросили отпуск на месяц, а отпуск оказался пожизненным. Говорит, а теперь уже просто нет ни работы, говорит, ни средств на существование. Поэтому мы как только услышали о том, что какой-то Браман делает то же самое. Поэтому мы туда все, и у нас тут конкурс сейчас начнется. И этот Браман такой схватился за голову, со своей головы, и думал, ну все, потерял, я навсегда работал. Что? То есть, Брама сайтах, вы видите, Брама сайтах. Поэтому Брама, он сказал, George Искара парам крисная сачи Дананда вибраха, Надили-ха диговида. Техни, что он стал шелом. Продолжение следует... Таким образом, Брахма говорит все это... Он говорит, что только один здесь, миллион и миллион инверситет, только Кришна здесь. В этой Самхите, в этом писании, Брахма-Самхите, говорится, Я Брахма, Нечка, Ламанан, Тамошелище, Рупам. Говорит, все мироздание вышло, как маленькая частичка, просто из коры Божа, поры этого огромного Нарайана. Из его поры вылетает множество этих вселенных. Он описывает могущество. Таким образом, это Брахма-Стуты, которые вы слушали. В последний Брахма говорит, что если кто-то считает, то это грязь. Если кто-то считает, то это считает. Если кто-то считает, то это считает, то это считает. Кришна, Глория, можно считать все песчинки во всей Вселенной. Но невозможно сосчитать все капли дождя, которые выпадают. Но невозможно сосчитать могущество Кришны. Но я не знаю Кришна, они, то это не знаю. Но я поверю на Брахма, я говорю. Манаса-бхуса-бхача, ман-бхабху-бхача, мы говорим о Махиматабху-бхожарам, кто-то не может понимать Его Глори. Пусть они себе так говорят, но это даже для меня невозможно. Да. Но, видишь, там много молитвов, потом очень хорошие молитвы Брамы. Потом послушаем. Тамару классный объявился. Что вы планируете завтра? Утром, утром. Они хотят Махарача. Завтра, наверное, до 15-го, скорее всего. Ну, хоть какой-то. Может быть, Махарач, от 8-30 до 10-30. Вопрос потерь. Вот когда, допустим, с нами случается плохое, мы должны это воспринимать, как все описывалось. Ну, допустим, такой пример, когда мы из-за чего-то, ну, из какой-то глупости своей или какой-то несправедливости теряем, например, деньги, какие-то штрафы на что-то происходит. С одной стороны, понятно, что нас наказывают. С другой стороны, мы эти деньги хотим же пускать на служение Кришне. То есть как вот это воспринимать? Надо ли именно смиренно это воспринимать, когда, допустим, какие-то деньги уходят на какие-то вещи? Либо надо бороться, потому что это деньги Кришне. Естественно, с глупостями со своими. Не, с глупостями со своими понятно бороться. Имеется в виду, допустим, когда глупость уже совершена, и как бы пытаться как-то все-таки уменьшить, уменьшить ущерб. Нужно не пытаться уменьшить ущерб. Конкретно, вы потеряли деньги или что? Не потеряли деньги. Вчерашнюю историю я вам расскажу в двух словах. Давай. Вчера вышли с Махараджем, а машины нет у нашей. Машину на островство ямку увезли. Мы вначале хотели побеспокоить преданного, а вот тот человек один походит и говорит, я вам могу помочь. Я говорю, ну давайте. Он повез нас в одно место, мы забрали документы, потом привез нас вместе с Махараджем сюда, Ананда поехал дальше, в час ночи так и приехал с машиной своей. Вот, и он, видимо, про эту историю... Да, то есть я по своей глупости просто остановился на тротуаре. Я не думал, что это тротуар, но надо было подумать, что это тротуар. Вот, в итоге штраф, деньги как бы ушли. А просто, как бы, ты это смиренно воспринимаешь, ну, как бы, да, видимо, я там гаишникам задолжал в прошлой жизни. А, понятно. Либо же это, ну, как бы... Либо это по собственной думе, сейчас выучилось. Да, четыре тысячи, как бы, я на Кришну мог бы набрать, правильно? Все на штрафы на эти ушло и, как бы, обидно? Обидно, конечно. Махареджи сказал, что в прошлой ночи ситуации, когда машина исчезла, например, я был в неправильном месте. Я не знал, что это неправильное место для этого. Но после этого, один человек сказал, что я вам помогу. Хорошо. Окей, вы знаете эту ситуацию. Он сказал, что в этой ситуации, что может быть мой правильный понимание? Может быть, это значит, что, может быть, в прошлой ночи, я был внести к государству, и тогда я должен был заплатить огонь? Или, может быть, это значит, что это значит, что из-за ступидности в этой ситуации? Конечно, лучше использовать эти четыре тысячи, но если это случилось, то есть, что я должен думать о этой ситуации? Да, я вам дам много различных примеров. Посмотри, к какому относится твоя ситуация. Понятно, но попробуй сформулировать, что именно деньги сформулированы на более хорошее дело. Он говорит, когда с нами что-то случается, да вообще мы когда рождаемся, мы рождаемся для того, чтобы платить по своим долгам с прошлой жизнью. Это единственная причина, по которой мы рождаемся. И вот Бахраджи говорит, мы в течение жизни не уплачем те или иные долги. Это понятно. Можно уточнить тогда по теме? То есть, правильно ли я понял, что Кришна как бы говорит, сначала вот ему заплати, потом со мной будем развивать, да? Ну, грубо говоря, вот так вот, да? So, it means that first Krishna wanted that we will pay our previous debts and then Krishna will accept us. В этом случае. In this situation, yeah? Yes, but, our bhajan is the, what is the, Brahma is telling this thing, when your bhajan is a nice bhajan. Without our bhajan is the, you know, completely now, we are trying to collect some sukurti. Our bhajan is the other bhajan. You know, bhajan. Our only, we are trying to collect it, only little sukurti try to collect it. So, our previous karma, you know, previous karma, you know, when you are doing very strong bhajan, very difficult to collect karma more. So, like this Ajami, Balami, you have moved. If you are strong bhajan, also no need to, you can karma to welcome your life. Only strong bhajan. So, Sri Bhagavan telling, this is the nama stuck up. The prarabdha karma, you know, Ajami was Jata Sadaka. You think Ajami was Jata Sadaka, not Ajata Sadaka? Yes. Anyhow, last time he was chanting, you will learn. Okay. Maharaj says, The idea is that you must always consider that there are two kinds of data of the Shri. There are two kinds of dreadful predates, which have already grasp the Shri, which have already that Shri, how about the Shri, that Shri. The other ones who just start with your bhajan and they get into – these days they manage the secrets for to understand the Shri on the Shri. And he said, Нужно понимать, что мы сейчас только начали свой баджет совершать. Сукрити у нас у всех недостаточно. Самбанды у нас Кришна как таково нету, как у чистых преданных. Поэтому наша жизнь складывается из того, что мы уплачиваем свои долги, карму, и нарабатываем сукрити. А когда это касается жизни преданного, который обрел свою связь с Кришной, его кармы там нету. Все, что он делает, это вокруг Кришна, с ним его любовные взаимоотношения. Висуна-ча-криоте и Мадру-джи-кардами, мы сделали очень много примеров. Важен-нархай, это очень хорошо объяснение. Прайк, астрантик, и там есть много, очень много вещей. Висуна-ча-криоте и Мадру-джи-кардами, когда вы уникали, взаимоотношение, более, маленькие, более, более, более. То есть ситуация, срадха, садусамг, важен-крия, према. Бешваначи Краварди Таокур подалил нам Мадурья Кадамбени, в котором описаны про стадии баджана. И вот там написано, когда ты достигаешь, например, баджана-крир, как у тебя карма начинает уменьшаться, когда достигаешь ништы, насколько она процентов у тебя исчезает, как карма, когда достигаешь ручи, асакти, и вот на уровне прямо там уже действительно от кармы ничего не осталось. Баава, вот начиная с асакти, там уже действительно совсем-совсем немножко карма остается. А до уровня ништы, как бы тут надо сукрить и нужно ништу вырабатывать. Еще один вопрос. Тоже похожи те. А вот к чему относилась ваша ситуация, когда вас тогда там в Ташкенте, помните, арестовали и депортировали? И Махараджев помнишь? Я думаю, что у меня с ним разная ситуация. У меня убегали. Простите. Вам легче всего, меньше всего досталось, чем моему Махараджеву, если я не ошибаюсь. Ну почему? Мне же пришлось все это переводить. У вас же не депортировали, а Махараджи так и так далее? Нет. Одинаково было для всех. Но пришлось все отношения и все это услышать от них, это все через меня проходилось. А Махараджев просто он слышал от меня замечательные слова о том, как это и это все замечательно. Он никакого стресса, как его не испытывал, кроме того, что опаздывали там принести нам документы. Все это грязь на меня легла. А вредных вон там, как говорится, там три слева, и многих еще там судили. Там сейчас ситуация, говорят, тоже изменилась и сказали, что им убрали тот долг и сделали тут по 300 долларов всего лишь. И передают о том, что они отсудили и они сейчас не выплачивают такой большой долг. А он рассказал, что он у нас. Ага. Например, он сказал, когда мы были в Узбекистане, когда мы были в Узбекистане, то ситуация, что произошло с нами. Он сказал, что это такое ситуация? Я сказал, что это для вас и для меня есть разные ситуации. Он говорит про себя, чтобы он был в Узбекистане, и все остальное. Что произошло с нашей ситуацией? Это было в Кришнах региона или нашу карма? И в Узбекистане тоже были в Узбекистане? Да. Он говорит, что там, что там? Если вы хотите получить хорошую карму, то есть бхажан. Бхажан не очень, не очень. Когда крышна был в поспорах, как в России. Когда крышна был в поспорах, то есть много проблем. Добавил пупы ничей, и драк, и много, много, и когда они были более, и больше опыта, то коммунисты, крышна, и все. Теперь, все время, они берут бхажан. Все время берут бхажан. Возвращались к этому. Но Кришна, то есть все, чтобы закончить. И Кришна, то есть все, что религия. оскорблением преданным. Я от себя сейчас скажу. Я выбивала из Украины очень долгую визу для Махараджи. И Махараджи там четыре часа продержали. Тоже ему терроризировали без меня. Они не дали эту визу. Они, видать, хорошо оскорблялись и в итоге сейчас что имеют, то имеют. Сейчас Русия, вообще. Харе Кришна – Харе Кришна. Харе Рама. Харе Раму, Рама. Рама. Сейчас baj на целом браке воеврвав — теоретическиеゆ ogAn Санкт-петербургия состоит в самом�у stayed русских дни и потом на общее время. Крешна, что в основном все говорят, что приезжают запады, это все русские. Да. Из-за дних русских состоит. В других странах такого нет. У людей нет столько суток. Я говорил Свами Махаража, что-то говорил. Свами Махараж сказал, что это Китай, их коммунистический. Он сказал, что в Китае, в будущем там будет еще больше преданных, чем в России. Конечно, миллиард. Слезный человек. На одного. Фоммунистический стоит хорошим. Я вижу, как легко русские принимают это все. В Индии даже людям невозможно передать то, что легко можно передать русским. Городев говорит, что Россия полная раса. Махараж сказал, что Россия полная раса. Махараж, почему это так? Почему это очень легко передать русским? Это Кришна с Марси. Я говорю, что Россия — это ресичное место. Реши. 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 Реши ее, да? Можно вопрос? Махараж сказал, что та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она самая благоприятная для нашего баджана. А почему тогда баджана не такой, в обечательных условиях, все самые лучшие? Махараж, вы говорите, что наши ситуации, это настоящая ситуация для нашего баджана. Если это лучшая ситуация, почему баджана не так лучшая? Баджаны. Почему баджаны не так хороши? Если баджаны не так хороши? Почему баджаны не так хороши? Продолжение следует... Продолжение следует... Why I don't do very nice bhajan? This is your fault. Махарадж объясняет, что... Наша настоящая ситуация... Это наша самая лучшая ситуация для нашего bhajan. И вопрос был в том, что почему же тогда... При самой лучшей ситуации у меня такой невысокий bhajan. Махарадж говорит, что дело в нас. Даже в такой ситуации вот такой у меня bhajan. Продолжение следует... 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 Мы чувствуем, что наша жизнь очень хорошая ситуация, только через бхакти. Бхакти без бхакти, если кто-то хочет хорошую ситуацию, то это не невозможно. Если брать бхакти так много, то твоя жизнь будет хорошая ситуация. Если я сейчас не буду совершать бхакти, то новая ситуация более благоприятная не появится в настоящее село. Сейчас наши ситуации, мои Гурдавы говорили, что без сукрати бхарсана, Гурдава не приводит к нашему Союзу. Что ты делаешь? Так что эта ситуация говорилаSPעсана, почему моя ситуация не удаст range. А produces очень хорошая ситуация. Если в хорошей ситуации, то там не можно сидеть, можно смотреть, как счастье, напоминать своей mamy отдыхом. Поэтому Его думает, Кришна почему-то, иulture бхате смолений, и Кришном uczу. Что Кришну меня дадет. Мой Гурдав говорил, Третье люди, которые начинайте бхати, Jeromegaard, это не значит о том, что у них у всех сейчас есть качество для баджана сейчас крышно проливает милость и баджан раздает всем дает все всех так или иначе задействует баджане кривых косых кривых и все остальное слепых корявых у нас нету для этого качеств но тем не менее важно вы что-то придумают и заощряются и задействуют нас баджане и махарач говорит вот ну говорит почему же ты говоришь что у тебя не такая уж хорошая ситуация для баджана ты же говорит сидишь сейчас и слушаешь харикадхо это значит что крышно крышно же сделал все все необходимое для того чтобы была такая возможность все материальное но не так важно как 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 наш голод наше желание потом за харикадхое сколько сейчас людей в новосибирске вы же избранные говорит сатана сибирска то есть там у вас миллион семьдесят тысяч наше мышцы очень много но способствует тому чтобы нежелательно на появлялись то есть несмотря на них мы должны не оставлять нам не дадут сейчас облегчение от она мы должны прошкрябываться путем вот но своего попытки повторения да и тогда может быть придет облегчение махараджи if i'm right his asking for example in our present situation so many circumstances when you are not just coming with so much because of our level like this so it means that we anyway we have to continue continue till we will be purified and we will be good bhajan yes yeah my brother tell my brother told what are you doing now party doing now if you know all these these situations that continue chanting coming based now as you said listening harikatha offering prasad you know drink it that if only this situation one life any of maintaining you are maintaining you are making very good shukruti and the shukruti is the always bishwana chakurthaba telling next life to krishna decrease always increase when again krishna again you have chanced krishna so you try anyhow at each of your situation this situation one life you can't anyhow stay this never left to associate sadhu sangha this is the main thing never left any situation coming you never left sadhu sangha always try chakhi sadhu sangha you to do this thing enough your life enough now my guru dek говорит maharadj всегда говорил если просто вот эту жизнь приходить слушать ваш nao harikatha но сделать это до конца жизни если ну ставить тилаки делать все минимально просто абсолютно минимальные и просто все время никогда не переставать в службу приходить слушать ваш nao и говорит мой гурдев обещает он говорит что это самое это не это не маленькая sukrita это очень очень хороший фундамент очень очень хорошая база sukrita для того чтобы в следующей жизни начать хороший баджан он говорит главное какие бы там не пришли бы там напасти чтобы там не получало получается не получается неважно главное не все время бревка ваш nao приезжает при приходите слушать харикадхо хорошо 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 которые будете это делать и все у вас будет замечательно для того чтобы подлоген билORD тиллак окей иначе у вас ни лица крематория не без тела вошвье махапроба выгнал своего ученика без телака Не забывайте тилаку хорошо. Если стесняетесь, тоже жиденько разводите и старт. Но в 12 частях тело должно быть тилак. Без тилака Арчанадипик говорит, что вы не мантру свою повторять. Оно не в полную силу работает. Ни Гай и Три Мантры не работают. Ни Кришне предлагать не работает. Все, что не делает, и будет всего греховным, оно не будет давать хорошие результаты. А если оказался в ситуации, где-то в месте, где у тебя нет тилак и не человек? Нету с собой просто мысленно как-то или во-друге. Можно это сделать? Тилаку с собой носить надо. Махараджи говорит, чтобы у вас до такой ситуации не доходило, тилаку с собой носить. Можете потерять свои самые дорогие вещи, но не тилаку. Это вайшнавская религия, где самой главной обязанностью вайшнава является проставление тилака после того, как помылся. Тогда вы можете делать все. Как будете мыть там? Если, например, едете двое или трое сюда. Можно стопы, тропить руки, тропить голову. Необязательно. Тело очень главное, что вы делаете. Мальчик с собой. 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 Мало остался. Вносто критик. Д tendencies его. Дом через него. Если возле головы. Мальчик с собой. androху. Мальчик с собой. Немного遥го. Мы с собой. Мальчик с собой. Возле того, что мы видим. С собой. Мальчик с собой. Таким образом, если без Тила идти к Кришна, Кришна отмечает его. Но вы не умеете. Наш муж — это Кришна. У нас от Него вообще все зависит. Каждый шаг в нашем баджане и садане. И Он говорит, если мы Тилоньку не представляем и перед Ним появляемся без Тилаки, Он говорит, это будет очень неблагоприятный знак для нашего баджана. Он просто нас может отвергнуть и мы станем вдовами. Таким образом, без Тилака к этому студенту, Махапрабу оставил его из этого класса. Хорошо? Хорошо. Да. Я помню, когда познакомился с Нами в 2000 году, он не увидел, что Тилок нет. Он говорит, что лук не украшен на телок, он похож на унитаз. ОК! Горонио прма нанде! Пане кур! Hare КРИшна! Hare КРИшна! Hare КРИшна! Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Не рам adapting, Харе Hare Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok